Девушки отдыхают Я подумал, что ты помирилась с мужем Это Фелис уже донесла? Я прибью эту Фелис, прибью Немного осталось Доброе утро, шеф Здравствуй Чтоб тебе пусто было Что это? Я просил тебя делать булгур Ты только посмотри Ты все запачкала Уходи немедленно, жива Я хотел сделать рис Немедленно уходи, скройся с глаз моих Убирайся Вернись Возьми веник И подмети все до последней крупинки Чтобы ни одной не осталось Слышишь, шеф? Шеф, не преувеличивай Осье Оставь, я подмету Она рассыпала, она пусть и подметает Шеф, не ругайся, говорю тебе Ты не видишь, что с ней? Ильяс, не надо, я подмету Подметешь, конечно Я все сделаю Тогда начнем уборку с тебя В смысле? Я покажу Заметем в самый дальний угол Твое злосчастное лицо Осье, а что мне оставалось делать? Нужно было оставить проделки этого придурка безнаказанными? Я не выдержал Ильяс, хватит, замолчи Я тебя видеть не желаю Я нашла прекрасную работу на фабрике с яслями Но не прошло и трех дней Как меня уволили из-за тебя Проклятие Тише, сынок Все хорошо, не плачь Осье Осье Все, хватит Меня из дома выгонят из-за тебя Женщина выхлопотала мне работу Помогла мне устроиться А ты все испортил Ты снова все испортил Осье, не говори так, прошу тебя Я все устрою Как ты устроишь? Как? Я видела, как ты устраивал все это время Приведешь за руку, оставишь в доме у матери А потом уедешь И уже не вернешься Еще собирается исправиться Прочь с глаз моих, Ильяс Отстань от меня Отстань Я не выдержал Не выдержал Что делать? Я не смог видеть тебя такой Ассия Мне такое рассказали Только что звонила Дуйгу Тебя уволили с работы Твой бывший муж побил повара Дуйгу сказала Я ничего не могу сделать, простите Вот такая у меня жизнь Всегда так Простите меня Ильяс Вечно переворачивает Мою жизнь с ног на голову На большее он не способен Единственное, что он может Прийти, разрушить И опозорить меня Будь он благородным Если бы он позволил Если бы оставил меня в покое Может быть, все бы наладилось Само собой Но нет же Так как он считает меня Своей собственностью Он только и умеет, что Беспардонно вторгаться В мою жизнь Что ты теперь будешь делать? Что ты думаешь? У меня есть немного денег Перебьюсь какое-то время А пока буду искать работу Дочка Тебе нужно приобрести Специальность Какие-то навыки Так ты не сможешь Найти нормальную работу Например, ты Можешь освоить компьютер У меня был один ученик Он преподает Очень хорошие курсы Мы запишем тебя туда На них ты можешь Научиться бухгалтерии Компьютеру Секретарской работе Навыкам техники Ты сможешь найти Более достойную работу Человек всегда должен Развиваться В каких бы условиях Он не находился Думаете, я смогу? У меня получится? Ну, конечно, получится Сия Если будешь ходить по вечерам Я смогу сидеть с Мимо Он все равно спит по вечерам Конечно Покормишь А мы с ним понянчимся Твой немного успокоился Он уже не капризничает Как раньше Но есть проблема Тетя Гюнер Если я отдам оставшиеся деньги За курсы Дочка Я оплачу тебе курсы А парень сделает нам скидку Нет, исключено Я никогда не соглашусь на это Не беспокойся Это не безвозмездно, конечно Ты будешь работать на меня Конечно, поработаю Что только захотите Как интересно Я пойду, уложу Мимо Он хочет спать Идем, малыш Спасибо, Букет Я очень признательна Не за что Что это, тетя Гюнер? Перепечатаешь это все На компьютер Потом сделаем корректировки И я окончательно Доведу роман дома Вы пишете роман? Мой первый роман И название классное Доброе утро, ребята Садитесь Вдалеке показалось село Я так взволнована Интересно, сколько лет жизни Я проведу в этой тихой деревеньке Что я буду делать В этом далеком селе Вдали от цивилизации Моей семьи Моего привычного дома Повозка остановилась Меня окружили дети И сельские жители Они смотрят мне в лицо Извозчик говорит Госпожа учительница Вот мы и приехали Я смотрю, будто Спросонья на малышей Что с интересом Взирают на меня Смотри, староста Это моя учительница Говорит милый сорванец Босыми ногами Учительница Я теперь их учительница? Тетя Гюнер Вы написали о своей жизни? Да нет Это просто роман Мы сейчас напечатаем его На компьютере Сделаем корректировки А может И в издательство отдадим Не знаю Как судьба распорядится Учительница Но я не умею пользоваться компьютером Я буду очень медленно печатать Я же сказала Что ты научишься Простите Что я всегда создаю проблемы Но у меня нет компьютера Насмешила Возьмешь у букет Она же не сидит с ним сутками напролет Конечно, Сия можешь взять Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому